Друзья, привет! Многие задаются вопросом, стоит ли ставить вот такие распорки на свой автомобиль, для чего они нужны. Сегодня в этом выпуске мы разберем все плюсы и минусы данной приблуды. А еще расскажем про виды распорки, на что они влияют и что они дают нам в управляемости. Погнали! Все знают, что наши автомобили и мы с возрастом не становимся крепче, и у металла присутствует усталостное разрушение, и происходят какие-то различные скрипы. Если вы слышите, когда появились у вас дополнительные скрипы в вашем автомобиле, значит, скорее всего, ваш металл начинает уже уставать. Если вы слышите скрип на вашем автомобиле, не всегда он идет от пластика. Бывает такое, что начинает деформироваться металл, и от этого и появляются неприятные звуки. Со временем автомобиль становится более валким, и управляемость от этого тоже снижается. И сегодня мы возьмем два автомобиля и проверим, как они ведут себя на скручивание, и как это сказывается на управляемости. Мы хотим сравнить жесткость двух автомобилей. Акцент, ему 15 лет, и москвич, ему 30 лет. Насколько же снизилась их жесткость? Мы увидим чуть позже. Насколько снижается жесткость кузова с годами? К примеру, вам могу привести экспертную организацию DECRO. Это немецкая компания, которая проводила исследования и тесты машин на скручивание и общей жесткости кузова. И она доказала то, что при возрасте авто 15 лет, она теряет не более 30% своей жесткости. У наших автомобилей есть определенная тоже жесткость. У Акцента это 11600 Ньютон на метр, жесткость на скручивание. У москвича это примерно 8, почти 9 тысяч Ньютон на метр. Если перевести это в килограмм, москвичу надо дать нагрузку в 900 килограмм на один угол кузова, чтобы пошло скручивание на 1 градус. Акценту это тонус 160 килограмм. Если вы себе ищете автомобиль старше 15 лет на дроме, вы можете не переживать за свою безопасность и безопасность своих пассажиров, потому что в автомобиле еще осталось как минимум 70% жесткости кузова. Сделали простейшую конструкцию. Две шпильки, две гайки, нить и средняя гайка потяжелее. Так мы можем проверить, какие нагрузки и как влияют на наши чашки, верхние крепления наших стойчек на обычном макферсине. Возьмем сейчас линейку, вот так ее поставим. У нас нитка чутенько показывает определенную меточку. И когда мы снимем нагрузку с подвески, у нас ниточка должна будет чуть натянуться. Тем самым, то что у нас нагрузка полностью ушла с узлов чашек, и у нас кузов распрямился. Сейчас поднимаю машинку, чтобы мне разгрузить переднюю ось. Как мы видим, мы подняли только водительскую сторону, и у нас уже нить поднялась по линейке практически на сантиметр. Сейчас мы поднимем и пассажирскую сторону, уберем нагрузку и с этой чашки, и мы увидим, как еще у нас кузов распрямится, соответственно. Как мы видим, машина еще приподнялась на один сантиметр, когда мы подняли также пассажирскую сторону. Мы убрали нагрузку с обоих стоек на передней оси, и мы видим, как стаканы наши распрямились. Сейчас мы добились такого эффекта, я могу его сравнить, как на брусьях, когда занимаешься. Атлет? Да, вот, например, легкоатлет у нас, это хороший пример. Когда ты висишь на брусьях, у тебя нагрузка идет на плечевой пояс, тебе тяжело. И когда ты с них спрыгаешь, у тебя плечи распрямляются, и тебе также становится легче. Мне кажется, это можно и применить к нашему кузову. Произведем тот же самый тест с акцентом. Результат был не более одного сантиметра. Это очень даже хорошо, за свои годы акцент сохранил жесткость кузова. И она чуть меньше заводского. Значит, будем делать распорку на москвиче. Также проговорим про виды распорок. Люди всегда думают, что распорка есть только сверху на чашке стоек. Но это заблуждение. Также распорка ставится на низ домиков и рычагов. Ставится под пороги, ставится под полы, ставится на задние чашки амортизаторов, в дверные проемы и, соответственно, под даже крылья наших автомобилей, под передние крылья. Большое множество. И они по-своему, каждая влияет на жесткость нашего кузова. Если мы ставим верхнюю распорку, у нас перестают сходиться и расходиться чашки наших стоек, и поэтому машина себя ведет более стабильно. Если мы ставим распорку себе на днище, у нас скручивание автомобиля также становится куда меньше, и автомобиль становится жестче. Если мы ставим распорки под пороги, у нас жесткость автомобиля становится выше именно на складности и преломления самого кузова. Также у нас есть фендер распорки, это под передние крылья. Они не дают нашим пистолетам отломиться от кузова. У нас есть такая проблема, например, на ВАЗ-2110. Но у установок распорок есть свои минусы. Автомобиль становится слишком жесткий. Избыточная жесткость – это тоже плохо. Да, управляемость повысится, но комфорт в салоне будет намного хуже, потому что автомобиль рассчитан, чтобы немножечко играть. Для этого кузов крепится на контактной сварке. Это делается не для экономии, а для того, чтобы кузов был немножечко валким и компенсировал все какие-то неровности сам с собой. Примером является крепление фюзеляжа самолета. Он крепится на клепках. Если бы это все крепилось на сварочном шве, то самолет бы весь треснул и развалился. И клепки дают вот эту самую игру корпуса фюзеляжа самолета. Жесткость кузова нужна для гонщиков, для лучшей управляемости, для раллиных гонок, для кольцевых гонок, но не для повседневной жизни. В советское время были такие умельцы, которые считали, что слишком уж мало автомобилей проварены, нужно их проварить гораздо сильнее. И проваливали абсолютно все сварочные швы. И добивались того, что автомобиль начинал трескаться в тех местах, где даже это не предполагалось. Так что избыточная жесткость на автомобиле это тоже очень плохо. Но вот установить распорку на верхние стаканы амортизаторов это очень даже хорошо. Сейчас мы объясним почему. На самом деле разрыв металла в подкапотном пространстве это обычное дело для многих автомобилей старше 15 лет. Вот, например, если мы возьмем автомобиль BMW E36, E46, посмотрим на дроме, то мы увидим вот такой автомобиль E36 по цене 275 тысяч. Вот эти автомобили, у них проблема постоянная в том, что разрывает крепление верхнего стакана к кузову. Там у них трещина, и там приходится постоянно устанавливать вот такие распорки. И на дроме такой автомобиль можно подобрать за 275 тысяч. Здесь написано нормальная цена. На дроме есть фильтры, по которым вы можете определить нормальную цену, либо определить авто от собственника. И написать ему, и спросить, какие проблемы с автомобилем сейчас в данный момент. Мы вот свой проектный москвич тоже подобрали на дроме и спросили у собственника, он нам все рассказал. Что у нас сейчас, Михаил? Так, сейчас у нас подготовительный этап. Сейчас зачистили, немножко убрали грязь с оторванной распорки. И сейчас будем изготавливать полноценную распорку на наши передние стаканы. Для изготовления нашей распорки нам понадобится лист металла, рулевая тяга с наконечником и со скруткой от обычной, от девятки, и труба, простая труба, бесшовная. Из этого всего мы сделаем нашу распорочку. Приступим к изготовлению. Коралловым кругом снимаем ржавчину с металла. Изготовим лекало, по которым вырежем крепление распорки. Продолжение следует... Теперь крепим саму распорку. Трубом приварим часть рулевых наконечников, а именно скрутки, для того, чтобы распорку можно было регулировать. С левой стороны распорку придется немножечко подработать. Для установки прямой трубы мешает главный тормозной цилиндр. Придется его обойти. Трубогиба у нас нет, поэтому будем резать и заваривать. В принципе, закончились распорки. Сейчас сделаем косыночки усиления креплением планшайб наших чашек, соответственно. И провариваем все шовчики, и все. Распорочка будет готова. Что осталось у нас еще? Шлифанем ее и покрасим. Покрасим, и все. На все будет огонь. И можно проводить испытания. Да. Какого пора. Удивительно классная у нас распорка получилась. Даже лучше, чем заводская. И выглядит она отлично, и жесткость у нее хорошая. Так что теперь вы знаете, как вернуть жесткость кузова в заводские параметры, если вы взяли старенький автомобиль. А если вы будете покупать автомобиль, то обязательно берите его на Дроме, и ссылочку на Дром я оставлю в описании под этим видео. А еще, если мы говорим о минусах данной распорки, многие говорят о том, что если у вас вы попадаете в ДТП, то, например, правый стакан вас потянет за собой левый стакан в сторону. Но мы же ставим распорку не для того, чтобы попадать в ДТП. И совсем это не доказано, что действительно кузов смещается. Бывает такое, что в ДТП автомобиль и без распорки приводится в тотал. Чтобы узнать, как изменилась жесткость, для начала установим распорку без скруток. И установим шкалу, чтобы увидеть, насколько сходятся и расходятся стаканы. Проехались по прямой и неровной дороге и по разным поворотам. При этом стрелка смещалась почти на один сантиметр. Теперь установили скрутку и попробовали произвести тест на вывешивание. Веревка сместилась на один миллиметр. Это говорит, что распорка работает. Просто можно здесь натянуть еще сильнее и тогда этот миллиметр уйдет вообще. То есть все регулируется вот этой натяжкой. Именно вот этой распоркой. Ну что, какие твои первые впечатления? Давай быстренько. От кочек сильнее прям отдается. То есть отдача больше ты чувствуешь? Отдача, да, кочки. Давай поворотик. То есть стало жестче, да? Да, да. Он тогда без распорки, он точку центральную, он преодолевал. Ну, не знаю, там инерция, центробежная сила. И он, ну, выходил за грани, чем тебе нужно. А здесь он прям чуть-чуть останавливается раньше, и ты слегка подвел, и все, кайф. У тебя больше контроля, больше, так сказать, власти в твоих руках. Это классно, очень хорошо. Благодаря распорке в момент поворота руль возвращается в прямое положение и не смещается. От этого улучшается управляемость. В качестве выводов хочется сказать, что распорка получилась просто офигенная. Самостоятельно ее изготовить можно, и то, что мы обошли наш главный тормозной цилиндр, тоже нам не помешало. Миша, молодец. Спасибо. Если вы реально хотите добиться четкой управляемости, то обязательно ставьте. Вам это поможет достичь определенного эффекта при рулежке. Но не забывайте, что придется распорщаться с некоторой комфортностью в салоне. Все-таки будут чувствоваться все кочки, неровности и ямы, потому что управляемость станет гораздо жестче. Но, как мне кажется, стабильность автомобиля на дороге куда более приемлемой, чуть-чуть можно, в принципе, пожертвовать комфортно. В конце концов, ставить распорку решать только вам, для каких вам целей или что вы хотите добиться. А нам просто показать, хорошо это или плохо. Да, и распорка это не всегда только спортивный автомобиль или спорт. Также он поможет вам сохранить ваши развальные углы на штатном автомобиле. Спасибо, друзья, что смотрели. Обязательно поставьте лайк по этому видео. Ждем ваших комментариев по этому видео. Отправите видео друзьям. Все, спасибо. Будьте добры на дорогах. Всем пока-пока.